Добрые друзья, говорим мы сегодня об айфонах, которые не нужно покупать в 2020 году И начать нужно с того, что у каждого пользователя разные запросы То есть некоторые смартфоны кому-то подойдут, а некоторые нет И в частности не нужно отбежать, скажем, продавать свой айфон 6 Если покупать какой-нибудь айфон 8, потому что особой разницы вы большой не увидите Давайте просто посмотрим на те модели, которые явно просто уже будут поддерживаться Apple И не стоит их покупать Но это не означает, что если они у вас сейчас есть, нужно их продавать сразу же Потому что в принципе если вас устраивает ваши требования, ваши смартфоны устраивают То смысл их продавать И наверное начнем с того, что айфоны 5s и айфон 5 не нужно покупать Конечно же от этих телефонов уже можно избавляться Потому что там очень маленький дисплей, очень маленькая автономность И продать немножко, давайте купить китайский смартфон Это будет намного лучше, чем продолжать пользоваться старым устаревшим смартфоном Который в принципе особо уже не имеет преимущества над другими андроид смартфонами Айфон 6 очень спорный смартфон, потому что сейчас на него цена очень упала В Алиэкспресс продают его за 6-7 тысяч рублей восстановленные варианты На Авито его очень много вариантов, которые люди продают за очень дешево Но все это в том, что я этим смартфоном пользовался очень долго Хороший смартфон он мне очень радовал И на iOS 10 этот смартфон отлично работал Но после обновления на iOS 11, потом на iOS 12 Смартфон просто перестал отвечать моим требованиям А это, какой-то мы данные скопировались, какой-то текст Перешли из одного приложения в другое То уже приложение начнется перезагружаться Скажем, посмотрели мы какую-нибудь фотографию ВКонтакте Или какое-то видео в YouTube Перешли в другое приложение Буквально ответили на какое-то сообщение Какое-то еще перешли Возвращаемся к YouTube или к ВКонтакте Все, происходит перезагрузка, уже начинается программа заново открывать с того места Мы уже потеряли, что смотрели В этом смысле iPhone 6 уже не актуален Но в связи с том, что если вы используете его как WhatsApp, как Messenger, как плеер Или как просто звонилку, или как второй смартфон То в принципе этот смартфон неплохой Там и камера хорошая, по видео он даст помощь еще очень многим Android смартфонам Потому что там очень хорошая стабилизация в Full HD 60 кадров в секунду он снимает И вообще даже те другие смартфоны, которые снимают 4К Там iPhone 8, iPhone 7 Ребят, не нужно снимать в 4К Потому что, во-первых, в такой контент негде смотреть А с другой стороны, все-таки качество съемки в Full HD будет намного лучше, чем в 4К Смартфон не такие прям умные, чтобы одновременно такую запись снимать И там делать всякие HDR, автопокусировки и прочее Может быть в 11 iPhone это все испарили уже Там ситуация получше Но все равно не стоит снимать То есть лучше все-таки в Full HD 60 кадров в секунду Значит iPhone 6 Plus Он еще медленнее, чем iPhone 6 У меня буквально полгода на этом был Я пользовался им 2 месяца Хороший смартфон, большой дисплей, на нем интересно смотреть видео Но из-за того, что, опять-таки, я из одного приложения Приехал в другое и происходили перезагрузки Я телефон просто продал С iPhone 6s немножко другая история Потому что там, в принципе, производительный более смартфон Процессор производительный, 2 гигабайта оперативной памяти Опять-таки, там много фишек Там новая камера, передняя, основная И поэтому iPhone 6s это, в принципе, еще более-менее актуальный смартфон Но суть в том, что, да, там хорошая камера Хороший там дисплей Плохая автономность Но он новый стоит примерно 20-25 тысяч рублей Это причем за какую-то память, там, по-моему, 32 гигабайта Ребят, ну, на самом деле, Android-смартфон, скажем, конец, там, Xiaomi, Mi 9T И там, Honor V20 Они подают больше эмоций И они будут намного дольше работать Они будут с большим дисплеем, там, больше 6-6 дюймов Суть в том, что у этих смартфонов У них будут свои фишки Да, я понимаю, что будет не такая хорошая камера Да, некоторых фишек iPhone Вы лишитесь нам типа FaceTime и прочее Но, опять-таки, за эти деньги Эти смартфоны переоценены Если, конечно, какой-нибудь ваш друг продает С хорошим состоянием смартфон iPhone 6s То можно, конечно, купить Но не на 16 гигабайт Потому что 16 гигабайт Ну, очень тяжело вам будет с ним справиться С iPhone 6s Plus Ситуация точно такая же Там 2 гигабайта оперативной памяти И дисплей больше Из-за того, что операционная система iOS Она, скажем, для iPhone 6s Интерпретацию делает 2 раза То есть увеличение изображения А для iPhone 6s Plus То есть получается 3 раза И нужны более производительные мощности А 2 гигабайта оперативной памяти Уже не так хорошо справляется С таким дисплеем Как, скажем, iPhone 6s Поэтому, если вы хотите Игровой смартфон То нужно покупать уже iPhone 7 Plus Потому что Apple эту тему поняли И в iPhone 7 Plus Уже поставили 3 гигабайта оперативной памяти В iPhone 7 Plus и 8 Plus В принципе, iPhone 7 Plus и 8 Plus Это очень хорошие смартфоны Они пойдут для игр Для просмотра видео У них хорошая автономность Великолепные камеры И дело в том, что Многие, конечно, сейчас скажут То, что там большие рамки Соотношение 16 на 9 Вместо 18 на 9 Современное Но дело в том, что Очень много контента В интернете Адаптировано именно Под разрешение 16 на 9 И при просмотре Многих фильмов И многих YouTube На YouTube То есть многих роликов Остаются полоски И когда мы приближаем Увеличиваем Во-первых, не везде Можно увеличить А во-вторых, когда мы даже Мы приближаем Все равно часть контента теряется Поэтому многие Так смотрят с черными полосами вокруг Но если габариты Не так сильно важны И там модный Такой дизайн Тоже не сильно важен То iPhone 7 Plus и 8 Plus На самом деле Хорошее решение И на 2020 год И даже позже Потому что У них запас мощности Очень большой iPhone 7 и 8 Опять-таки Это хорошие смартфоны Из-за того, что там Маленький дисплей И они слишком переоценены То есть там Очень плохая автономность Вам придется заряжать Его примерно Два раза в день Точнее утром Или днем В 6-7 часов вечера Не доживет Он до конца При активном использовании А в отличии Опять-таки От Android смартфонов Которые там С батарейками 4000 мАч Проживут День полный И даже там Скажем В 29 часов вечера Будет еще Про смысл 30-40 зарядки Ну или 20 хотя бы То iPhone 7 и 8 Этого вам не смогут дать И конечно Очень много фишек У iPhone Так было всегда У сервиса Apple И оптимизация Там Свои программные фишки FaceTime И прочее Там iMessage Но суть в том, что сейчас В Android очень много Интересных классных фишек Которых сейчас нет в iPhone Например, очень многие люди Пользуются двумя Сим-картами И когда скажем Даже например в iPhone Там 10R скажем Вы купили две сим-карты И поставили, хорошо Но дело в том, что двумя Ватсапами Вы не сможете пользоваться В этом смысле Android смартфон Дает нам очень много возможностей Потому что Мы можем клонировать Приложение То есть копировать два приложения Два WhatsApp На двух разных номерах С разными оповещениями С разными То есть два отдельных Приложения В одном смартфоне Также есть с контактом Там с Instagram Если у вас два аккаунта Это очень удобно Очень интересно И сейчас я например Тоже думаю Переходить на какую-нибудь iPhone И думаю как Я лишусь этих всех функций Которым я уже привык На Android Поэтому не нужно бояться того Что сейчас Android какой-то Ключеный или плохой Нет, Android сейчас Дают очень много возможностей У каждого производителя Своя оборочка Свои фирменные фишки То есть те Которых реально не хватает Иногда в iPhone Я понимаю, что очень много Игр специальных Которые хорошо оптимизированы На iPhone И другие сервисы Но не нужно Прямо статистически Относиться к Android Смартфонам Которые скажем За 20 тысяч рублей Будут там явно провальными Нет, у них там будет Плохая камера Но со всем остальным Там будет все неплохо И конечно Золотой серединой Наверное всех iPhone В является iPhone XR Который просто невозможно Купить на вторичном рынке Его практически нет Я тоже думаю Надо купить какой-нибудь iPhone Но дело в том, что iPhone Переоценены на вторичном рынке Люди покупают Скажем iPhone XR Купили в прошлом году Там за 60-66 тысяч рублей И сейчас Не хотят продавать его За 335 Потому что он новый Стоит 45 И конечно же Они то есть вторичным На вторичном рынке Продают многие люди За 40-42 тысяч рублей iPhone XR Конечно это переоценен И также с iPhone 7 Там 8 Люди просто Продают Очень переоценивая Свои смартфоны Я понимаю, что рынок Рождает спрос Приложение и прочее Но суть в том, что Эти айфоны Не стоят своих денег Даже в вторичном рынке Чем покупать iPhone 7 или iPhone 8 Я считаю, что лучше купить Какого-нибудь Китайского смартфона На андроиде С большим дисплеем С большей автономностью Да, там камера будет хуже Но Во-первых, фотографии будут неплохими А видео будет хуже Но суть в том, что Ну если это не сильно критично для вас По всем остальным параметрам Андроид смартфоны В этой ценовой категории Будут лучше Но если мы собираемся Потразить на покупку 45-50-60 тысяч рублей То Андроид смартфона Здесь уступают Потому что iPhone 10 и iPhone 11 Они будут лучше Чем, скажем, Galaxy S10 Plus Note 10 Во многом они будут лучше Поэтому Тут уже смысл есть Покупать, конечно, новый iPhone Суть в том, что Не нужно покупать iPhone SE Потому что он очень маленький дисплей Не даст вам никаких эмоций И впечатлений iPhone 6 Сильно устарел И такой, ну другой китайец На 3-х гигабайтов оперативной памяти Будет работать быстрее iPhone 6 С 7 8 Хороший смартфон У нас с маленькой автономностью С маленьким дисплеем Получается, что если мы хотим Большой смартфон Скажем, с большим дисплеем С хорошей автономностью Остается iPhone 7 Plus 8 Plus Ну и дальше там 10R 11 и дальше Очень тяжело переходить Обратно на iPhone Особенно на старые Особенно на смартфоны Которые с кнопками И с большими рамками И Хочу сказать то, что iPhone с каждым обновлением Ухудшает производительность То есть Появляются некоторые фишки Но Ухудшается производительность У меня в руках iPad mini Самый первый mini Тут процессор А6 И 512 мегабайт Оперативной памяти И конечно же Этот планшет Он не годится Больше ни для чего Кроме как Просмотра скажем В ютюбе Каких-то фильмов Или каких-то мультиков Вот мой сын смотрит на нем То есть Многие смартфоны Сейчас с обновлениями Потеряли тот Потенциал Который у них был изначально заложен Напишите Какой у вас сейчас смартфон И на что вы планируете В дальнейшем поменять его Спасибо, что смотрели нас До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова